Уважаемые выпускники нашего университета, я вас от всей души поздравляю. Знаю, что очень нелегкий путь был к этому дню, потому что в наше время совмещать учебу и работу и все проблемы, как житейские, которые у нас очень непросто, и поэтому вы должны главное вынести из случившегося, что у вас есть сила воли, у вас есть твердый характер, и вы, если прошли это все, то перед вами открывается очень серьезная перспектива. Мне очень хотелось, чтобы выпускники нашего университета все-таки заметно отличались от выпускников университетов технических, потому что я часто говорю своим студентам, что мы все-таки аграрный вуз, вуз, который учит общаться в конечном счете с природой, с растениями, с животными, это особая миссия, поэтому мне хотелось бы, чтобы наши студенты несли вот этот хороший отпечаток по жизни, понимание мироздания в целом. Это прежде всего, чтобы вы жили по-божеству, а значит, не причиняли бы вреда себе. А вред себе вы знаете, как причиняют, но, к сожалению, в такие дни, когда выпуски происходят, это тоже бывает часто, да? Так вот, я не собираюсь вас адаптировать за что-то, как бы, выбор каждого, но вообще, вы должны знать, что редкость и его ближайшее окружение моё в течение жизни не делает ни глотка алкоголя, ни глотка табака. Поверьте мне, что иная судьба имеет проблемы, не случайности, потому что причинять вред себе, это значит пожинать потом какие-то проблемы. Анатолий Францов в своё время сказал, случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Так вот, если хотите иметь хорошие случайности по жизни, то, в общем, надо где-то стараться жить по-божеству, и просто не причинять вреда себе, окружающими нас любимыми разданиями, а при вас вот так не заметно будет складываться немножко иная судьба. Ну, и ещё мне хотелось бы подчеркнуть, что очень важно, вы вот сейчас вместе находитесь, день такой, и вообще слова, которые этот день произносит, я тоже не ради дежурных моментов, что вот, ну, надо что-то сказать, я просто абсолютно точно знаю, что слова, произнесённые в этот день, к людям по доброму настроению, они действительно способны серьёзно повлиять на судьбу человека. И мне очень хотелось бы, чтобы эти добрые слова как-то, вот, в конечном счёте, добром вашей жизни сказались бы, если вы поймёте. А главное, что вы сегодня вместе, это есть так называемый эгрегор, да, агрегат, сборка такой совместный, энергоинформационный. И вот мне очень хотелось, чтобы вы эту сборку поддерживали, чтобы вы знали друг друга не только сегодня, не только во время учёбы, но и после учёбы. Это очень серьёзно помогает по жизни, потому что человек – существо биоэнергетическое. У растённых корешков у нас с вами, вот, информационные связи между людьми. И, в конце концов, просто элементарная, если угодно, такая меркантильная особенность. Ну, вы знаете, кто-то из вас наверняка продвинется по службе. С кем он пожелал ему прежде всего работать? Ну, конечно, с кем футсори съел, с кем учился вместе. Поэтому, если вы эти контакты поддерживаете, у вас всегда большая вероятность того, что вы как-то вместе окажетесь на достойных местах с работой. Я бы не очень хотелось, чтобы ваши выпускники были счастливы по жизни. Ну, и с другой стороны, у нас в следующем году 110 лет университету. Мы будем праздновать этот день 10 октября следующего года. И, собственно, у нас единственное, что есть наше достояние – это наши выпускники. Поэтому, тот, кто из вас сможет поучаствовать как-то в подготовке этого юбилея, и какие-то мы будем организовывать, естественно, и фонды, мы должны будем издать книжку и по истории университета, и по выпускникам нашим. Поэтому будем благодарны за любую помощь, связанную с подготовкой этого юбилея. Но я хочу сказать, что вот сегодня, как получилось, именно по вашему направлению, у нас неплохие идут продвижения по учебной базе. Вот я вам приведу пример. Сегодня мы открыли специальный учебный центр «Россельмаш». «Россельмаш» нам сделал, значит, и учебную аудиторию, мы, может, увидели и технику. Сегодня мы встречались, вот, Сергей Васильевич, Ихнукавец, губернатор нашего выпускника, я возил в центр, который будет называться «Центр газомоторного топлива». Это центр, где мы будем переводить автомобили на газ. Так что, наверняка, многие из вас будут уметь с этой темой проблемы. Сейчас очень руководство страны ставит эти вопросы активно. И поэтому, вот, у нас, по сути, первый такой в стране создается очень серьезный центр по переводу техники на газовое топливо. Мы работаем с компанией «Еврогаз» по этому направлению. У нас очень серьезные перспективы Оленэнерго. Поэтому тот, кто с энергетикой связан, хотелось бы, чтобы вы это знали. Оленэнерго, долго анализируя все вузы, выбрала наши вузы в качестве базового, они сделали очень серьезную кафедру. Десятки миллионов вложили на базе Академии менеджмента агробизнеса в Шушарах. Но вчера с руководством Оленэнерго мы обсуждали очень серьезные проекты. В частности, один из них, он предполагался на ближайшие 3-4 года. Но, как бы, звезды сошлись так, что они получили поручение с первого уровня руководства страны о том, что они в сентябре должны были провести общероссийский крупный форум на новой площадке. Стоимость этого проекта 800 миллионов рублей. Он будет создан до сентября месяца в Гатчинском районе. А основной исполнитель по этому проекту – наш университет. То есть, там будет 22 крупных учебных аудитории. Там будет уникальная учебная база лабораторная. Ну, еще раз, видите, цифра 800 миллионов. Она говорит о многом. И оператором в этом учебном центре будет наш университет. Поэтому нам понадобится очень серьезная здесь работа по поиску кадров, кадров преподавателей. И хотелось бы, чтобы вы нам тоже в этом помогали. Более того, к нам приезжал руководитель Ростсетей, Гударгин. И вот в разговоре со мной он высказал такое пожелание, что в России сегодня по энергетике нет испытательного центра. То есть, все, что мы производим в сфере энергетики, испытание может проходить только за рубежом. У нас нет аттестованных испытательных центров. Так вот, принято решение создать такой единый общероссийский крупный центр. Стоимость проекта уже десятки миллиардов университет. И Гударгин, по крайней мере, высказал пожелание, что поскольку кафедра здесь, учебный центр, там тоже нужны кадры квалифицированные. А давайте, может быть, как-то в вашей зоне посмотрим. И вот на сегодня мы предложили вот эти земли наши. Которые идут за речкой Кузьминка, справа, знаете, к Шушару. Идеально они подходят под этот проект, потому что там идут как раз высоковольки, те, которые необходимы для этого проекта. И место само уникальное. Поэтому очень рано говорить о каких-то перспективах. Но я просто хочу вам сказать, что уровень каких-то вопросов сегодня с нашим университетом обсуждается. И это все по вашему направлению. Ну и вы знаете, в Саду у нас очень серьезный учебно-выставочный центр, где модели самых разных строительных, в принципе, домов. В частности, сейчас завершается дом, где в качестве утеплителя издобивается солома, а крыша будет из камыша. Уникальный по эргологическим свойствам дом. 12 тысяч рублей в обратный метр. Примерно так на цену. Семьиспроимость проекта. Ну, по крайней мере, я когда сходил туда, сразу вспоминал детство, когда на семье спал. Примерно такая аура, что назывались. Ты будешь в этом доме. Поэтому немножко вам все-таки о последних делах и событиях университета я хотел по ее случаям рассказать, чтобы вы, в общем-то, гордо везли звание выпускника нашего университета. Вот неделю назад я выступал в Пекине. Там был очень крупный такой международный форум. Все страны мира практически присутствовали. Но на пленарном заседании было два доклада из нашего университета. Мой и еще один доклад, который оказался знаменем. Они были поведены на русском, английском и китайском. А после этого нам пожаловала очень высокая делегация. Мы, что вы видели, здесь такая шумика была. Все оцеплено. Это приезжал вице-премьер правительства Китая Ван Ян. И с ним порядка пяти министров. Это министр туризма, культуры, иностранных дел. Там был замкнутый совет. То есть такая более высокий форум. И они как раз заинтересованы в взаимодействии с нами и в разработке некоторых проблем уже такого мирозазренческого толка, которым мы занимаемся. А сегодня я вылетаю в Литву. Там будет крупная международная конференция по проблемам территориального развития. И там мой с вами доклад на пленарном заседании. Но говорю это еще и потому, что такой у меня все людей напряженный. Поэтому я хотел, с вашего позволения, после выступления сразу уйти. Потому что это не только вылет на Литву. Но там еще и два вопроса-доблета. Но поскольку нарушаю режим, ухожу раньше времени, то в качестве отмазки я вам хочу, ну не сплясать, а стишок отсказать. Причем я хочу вам прочитать это стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Тоже не просто вот так, для кратного сладца. А для того, чтобы оно может быть как-то повлияло на судьбу вашу. Я вам советую одно, что хотя вы уже люди состоявшиеся по жизни, но часто мы, проблема человека в том, что мы не совсем правильные цели ставили. Нам кажется, что главное деньги, самое главное большие деньги. И чем их больше, тем лучше. Но уверяю вас, что жизнь устроена иначе. И у меня очень много богатых людей, которые просто абсолютно несчастливы. У них нет семьи, у них нет личной жизни, у них нет ничего. Я говорю, бросьте все это. А как я больше, у меня все висит. Вот, поэтому, если вам удастся найти правильные ориентиры в жизни, когда и достаток есть, но нет избытка, это самая правильная ориентация в жизни. И именно об этом стихи Александра Сергеевича Пушкина. Я их очень часто читаю, повторяю, по сути, как на литву, но и такое же напутствие для вас. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги, или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободна ли печать, морочит Олухов, она только этим занимается, да, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчет не давать, лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи, по прихоти своей скитаться, здесь и там, делясь божественной природой красотам, и предсозданиями искусства вдохновения, трепеща, сладостном, восторге, умиление. Вот счастье, вот права. Вот такого счастья я бы хотел бы.